Город Металлургов отметил 80-летний юбилей. В Ленинградской области это гордое звание носит Бокситогорск. Несмотря на то, что Металлургия здесь уже не на первом месте, город переживает второе рождение. В рамках рабочей поездки в Бокситогорск Александр Дрозденко поздравил жителей с профессиональным праздником и с Днем города. Если посмотреть на цифры, и 2014 год, и первое полугодие 2015 года показывает, что экономика Бокситогорска растет. Да, сегодня в Металлургии работает чуть меньше полутора тысяч человек, а в лучшие годы работало 4 тысячи человек. Но сегодня работают другие предприятия, такие как Бокситогорский электромеханический завод, который является одним из флагманов в энергетической отрасли и производит очень конкурентно востребованную продукцию. Сегодня в Бокситогорске работает современнейший деревообрабатывающий комбинат, работает предприятие, которое производит малек форели и объемы производства, одни и рентабельность, одна из лучших в Российской Федерации. Приятные изменения для жителей происходят и в социальной сфере. В этом году будет открыт физкультурно-оздоровительный центр с плавательным бассейном, детский сад на 220 мест, новый дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Также планируется завершить реконструкцию Дома культуры и начать строительство новых водоочистных сооружений. Еще одним подарком на День города для жителей стала новость о том, что в Бокситогорске будет восстановлен в историческом виде стадион «Металлург». Финансирование проектной документации берет на себя областной бюджет. Продолжение следует...